Как только поля освобождаются от пропашно-технических культур, земледельцы сразу же приступают к севу озимых. Топлые погожие дни радуют тружеников района. В этом году в посевную кампанию активно включились все крупные хозяйства и фермеры. Отличие от тем, что в том году почему-то сложилось мнение, что надо начинать после 10 октября, а зимы перерастают, но практика показала, кто посеял до 10, максимум до 15 октября, в том году выиграли. Например, и кедр. Закончил 12 октября севу, севу и получил по 58 центов озимых. Так что многие хозяйства это осознали, и в этом году севу, можно сказать, что закончится, если при наличии погоды хорошей, в те сроки, которые положены. Дай Бог, чтобы после сева прошел хороший обильный дождь, чтобы были дружные исходы. В числе первых, кто приступил к севу озимых – агрофирма «Родина». С 25 сентября здесь начали закладку урожая 2013 года. В этом году мы начали раньше, с 25 сентября, начали сеять пшеницу. На данный момент уже мы посеяли около 650 гектаров пшеницы. Еще что планируете сеять? Еще ячмень у нас 600 гектаров сеять, еще более 2000 пшеницы. В агрофирме «Прогресс» к севу приступили 29 сентября. Мощные агрегаты в день засевают порядка 250 гектаров. Здесь работают по принципу «один день год кормят», поэтому механизаторы находятся в поле, что называется, с утра и до темна. Люди все работают весь световой день, что понимают, надо все это вовремя все посеять. Так что у нас озимых всего в этом году 4000 гектаров надо засевать. Поэтому мы стараемся побольше работать в поле, раньше прийти, позже уехать с поля. Ну а так пока все обеспечено. Работы все с пониманием. Сейчас в прогрессе сеют ячмень, затем приступят к пшенице. В целом в этом хозяйстве под озимой отведено 4000 гектаров от общей площади. Семенами и удобрениями агрофирма полностью обеспечена. А к началу сева было подготовлено более 80% почвы. Бесспорно, посевная компания – очень ответственный процесс для аграриев. Но все же выделять ее из других этапов в растеневодстве не стоит, утверждает руководитель. Все важно. Убрать вовремя сою, не допустить потерь, подготовить площади для сева, разделать хорошо почву, посеять, внести удобрения, отработать пестицидами. Все работы важны. Это при экстенсивной технологии важно посеять и убрать урожай. А при той технологии, по которой работаем мы, важны все этапы. Поэтому сел – это важный рядовой процесс, который надо сделать с высоким качеством и в оптимальной сроке. 15 октября мы сел должны закончить. Ежегодно в агроферме проводят обновления сельскохозяйственной техники. Закупают как трактора, так и современные высокопроизводительные агрегаты. В прогрессе на каждого труженика ложится большая нагрузка. И если технику не обновить, то невозможно будет в полной мере справиться со всем объемом работ, поясняет Александр Неженец. И для сравнения приводят примеры. В России один человек, занятый в сельском хозяйстве, производит продукции на 200 тысяч рублей. В нашем хозяйстве каждый работающий производит продукции на 2 миллиона 700 тысяч. Вы чувствуете, какая разница? Поэтому уровень производительности очень высокий. Технологии современные, они требуют и современной техники. Мы покупаем ежегодно на 70-80 миллионов техники, на обновления. Параллельно с сейвом хозяйств продолжают убирать пропашно-технические культуры. Сбор урожая близится к завершению. Показатели радуют аграриев. В прогрессе каждый гектар кукурузы дает свыше 86 центнеров зерна. Сои – 22,5 центнера. Достойный урожай получен благодаря слаженной работе всего коллектива. Я думаю, это грамотный подход специалистов и добросовестная работа рядовых механизаторов. Это такой совместный труд. И нас радуют хорошие результаты по кукурузе и по сои. Мы гордимся тем, что благодаря и нашему вкладу район занимает первое место по урожайности сои, кукурузы в крае. Мы болеем и за успехи района, за престиж района, поскольку мы здесь живем, и мы хотим гордиться и своим хозяйством, и своим делом, и своим районом. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Алаба».